От вызовов к новым возможностям. Под такой гидой прошла выставка и на пром в Екатеринбурге. Актуальные отечественные разработки представила и Ульяновская область. А именно больше 20 предприятий. От игрушек до авиакомпонентов и микроэлектроники. Компетенция региона востребована во всем. Свой потенциал главе Минпромторга Денису Мантеру раскрыла и компания по разработке многофункциональных тонкоплёночных покрытий. Но аналогов нашим изделиям в России не производится. Кроме того, те изделия, которые мы предлагали на выставке, они в выгодную сторону отличаются от и портных аналогов. В первую очередь, по своей доступности у нас полностью отечественная элементная база. Для потребителей это в первую очередь экономия. К примеру, цена на зарубежное электрохромное стекло начинается от 3000 долларов за квадратный метр. Наши разработчики хотят за такое всего 300 долларов. Это что касается цифр. Сама разработка словно из фильма про будущее. Представьте, умное покрытие на окнах, которое может за 30 секунд сменить степень затемнения. С таким в офисе и жалюзи не нужны. А ещё батарейки. Компания увеличила их срок службы, а это 15 лет. Как вариант, такие используют в патче безопасности для системы умного дома. Например, либо у нас ещё были идеи. Такого рода систему можно использовать, в частности, для систем пожаротушения. Не пожаротушения, а предупреждения пожаров. То есть это всякие датчики дыма. На сегодняшний день все системы противопожарные делаются с использованием проводов. А такие системы можно сделать абсолютно автономно, без дополнительной проводки. Это пока лишь единичные экземпляры. Компания на стадии поиска инвестора. После будет запущена пробная линия. Есть и то, что уже выпускается сериями. К примеру, облегчённые бронезащитные материалы для авиационной техники. Они прочные, но при этом лёгкие. Поднять одну из таких частей сможет даже девушка. Обеспечивают те технические требования, которые нам предъявляет заказчик. То есть под каждого заказчика мы разрабатываем свои нормативы. И испытываем после принятия заказчиком всех результатов испытаний. Мы всё это дело начинаем производить. Где именно производят, нам показать не смогли. Всё же тайна должна оставаться такой. В противном случае это уже нельзя назвать уникальными разработками. Все эти предприятия сгруппированы на площадке Ульяновского наноцентра в Заволжье. В будущем они станут резидентами технопарка «Электроник». Кроме того, этот проект отобран Минпромторком для участия в программе «Лидеры развития инфраструктуры». Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.